О развитии спорта в регионах, новых спортивных объектах и достижениях российских спортсменов в студии программы «Задай вопрос министру» Виталий Мутко рассказывал целый час. Говоря о детском и ненужеском спорте в России, особо остановился на новом комплексе, который недавно открылся в Краснодаре. По словам Мутко, иначе как храмом спорта его назвать нельзя. О таком дворце спортсмены могут только мечтать. Здесь созданы все условия для полноценных тренировок и достижений высоких результатов. Новый спортивный объект полностью оправдывает свое название. Чемпион – это уникальный проект. Равного которому в России нет. А в Европе таких спорткомплексов единицы. 11 залов для 9 олимпийских видов спорта. И это только начало. В ближайшем будущем здесь появится еще и комплекс бассейнов. Краснодарский край сегодня по темпам развития, конечно, он спорта, он лидер. Ведь, понимаете, приоритет у губернатора, он может быть разный. Вот посмотрите, это мы посещаем новый центр спорта, 11 игровых залов. Вот это конференц-зал, возможность проводить. Вот смотрите, тяжелая атлетика, зал тяжелый атлетик, зал гимнастики. 11 видов спорта, олимпийских видов спорта. Все детские спортивные школы получили такие замечательные комплексы. Это региональный центр, который сегодня подготовил. Все виды спорта здесь учены. И, знаете, вот результаты уже фантастические. Вот показали девочку, которую мы готовим к Рио-де-Жанейро. У них уже в сборную России люди стучатся. В целом, конечно, я очень благодарен за развитие спорта в Краснодарском крае. И могу вам сказать, что самое главное, люди благодарны. Впечатление на министра спорта произвела и поездка в Белореченск. Там он принял участие в открытии многофункционального спортивного комплекса и плавательных бассейнов. Их два. Малый для начальной подготовки детей, большой для полноценных тренировок на 8 дорожек. А еще в скором времени у жителей Белореченска появится свой ледовый дворец. Виталий Мутко отметил, что не каждый город России может похвастаться такой спортивной инфраструктурой. Сегодня край вкладывает огромные средства в строительство новых спортивных объектов. Кубань на втором месте по развитию физической культуры в стране. Около 40% детей занимаются в детских спортивных школах. Сотни парней и девушек защищают честь кубанского флага на различных международных соревнованиях. 40% учащих, которые занимаются спортом активно, это секции, это кружки, это спортивные школы. Это, конечно, достаточно много. Мы начинали с 10%. И я уверен, что через 3-4 года это количество будет расти. Мы подойдем уже к 70%. А это о чем говорит? Это же не просто цифры. Это говорит о том, что здоровье нации, здоровье нашей молодежи в Кубани, нашего края будет совершенно другим. Люди, занимающиеся спортом, это люди дисциплинированные, люди сориентированные на, в общем-то, они высокоответственные. Это здоровые те, кто будут служить в нашей армии, защищать нашу страну. Это патриоты прежде всего. Поэтому, вы знаете, мы ментально меняемся. И спорт, конечно, является такой базовой вещью в этом плане. На юге России, ни в спорте высших достижений, ни в любительском, такими успехами похвастаться не может ни один регион. У наших ближайших соседей даже элементарного ледового катка нет. Почему в Ростове-на-Дону не развивают хоккей, хотя у нас открыта школа Олимпийского резерва Федерации Хоккея? Просто завидуем Краснодару. Мы хотим задать вопрос, можно у нас вообще лед сделать? Правильно, вы завидуете Краснодару. 13 ледовых арен. Знаете, команда уже в высшем дивизионе. Сейчас будет команда в кантинальной хоккейной лиге. Я уже сказал, что набор инфраструктуры, бассейн, лед, стадион, многофункциональный зал, он должен быть в каждом населенном пункте с численностью не менее 60 тысяч человек. Сегодня ледовые дворцы есть во всех крупных городах и станицах Кубани. Власти делают ставку на спорт, а новый тренировочный комплекс тому подтверждение. Оценили его плюс уже и на всероссийском уровне. Чемпион решено сделать филиалом центра для подготовки сборных команд России. Спортсмены со всей страны будут приезжать в Краснодар на сборы и готовиться к соревнованиям.